Так, мы открыли шорткат, теперь можно очень быстро туда добраться. Поехали, 13 тысяч душ. Так, а почему у меня... А, ну да, все правильно, 12, 2. Прокачка фляг EGS, то у меня уже плюс 10, это максимум, а фляг максимально может быть, общее количество 15. Итак, можно уже, в принципе, бежать к боссу. Вот такой вот большой марафонский забег к боссу, где нас ожидает последнее, можно сказать, сопротивление в виде вот таких вот баррикад. Так, и здесь у нас есть ничего, но есть еще одно место, которое мы можем посетить. Так, не отсюда. И это место очень, очень и очень благоволит к фарму душ. Если у вас возникают проблемы с этим боссом, либо с последующими, то это отличнейшее место для фарма. Ставите кольцо со змеем, которое увеличивает количество получаемых душ. Также наглую вы можете поставить сундук. И помимо фарма душа, здесь также еще и параллельно можно фармить обломки титанита, которые тоже очень важны для прокачки оружия. В чем заключает смысл фарма? Там наверху стоят ангелы. Точнее, рыцари. Ангельские чертовы рыцари. Они очень мощные, но с ними можно легко справиться, наложив на одного из них гармонию. И просто стоите ждете, пока они друг друга поубивают. За них дают большое количество душ. И также за них очень часто дают обломок титанита. Мой победил. Убиваем мы его. Большой. Большой, к сожалению, обломка я не получил. Но у меня не стоят сейчас кольца. Поэтому, если поставить кольца, то вероятность, и также еще и сундук, то вероятность увеличится. Получение обломков. Не странно, гармония на эту сволочь не сработала, и он разозлился. Вот это самое главное. Третий из них дает кусок титанита. Но это только один раз. Больше он его давать не будет. Так. Давайте здесь немножко еще осмотримся. Может, здесь что-то еще здесь интересное. Если вы сразу их не заметите, то они вас потом атакуют. И будет отсюда очень тяжело потом от них убежать. И это последний осколок эстуса. Но и это еще не все. Так. Здесь у нас есть подъем наверх. То есть, видите, я даже без колец за раз заработал примерно 40 тысяч душ. Здесь у нас кольцо охотника. Кольцо с выгравированным портретом охотника повышает ловкость. Охотники служили лотрику на границах и в тенях. Поколениями правители лотрика особо полагались на черноруков, способных покарать врагов способами, недоступными трем столпам короля. То есть, можно сказать, такая секретная служба. Чпок, чпок. И еще пониже. Здесь у нас люк. Нужно быть осторожным. Чтобы не промазать мимо. Мимо балки. И здесь у нас клетка, в которой, похоже, и держали Гертруду. Ангельское создание. И, судя по всему, к Гертруде настал конец. Божественные столпы света. Чудо небесной дочери Гертруды. Колонны света бьют землю вокруг чудотворца. Праведную Гертруду, прислужницу королевы, посетил ангел, открывший ей эту историю. Несмотря на потерю и зрения, и голоса, ей было суждено записать историю. Обычному человеку не дано разобрать ее каракули и понять, что именно они стали основой ангельской веры в лотрике. Ангельской веры в лотрике. Которую не признавали ученые. Но, похоже, что у ангелов были приверженцы. Вот эти вот рыцари. Садь с ангельскими крылышками на спинах. А вообще, как мы знаем, все, что связано с ангелами в лотрике, приравнивалось к богохульству. Личинка, что ты тут делаешь? Здесь лестница. И два сундука. И оба не враждебны. Мерцающий титанит. Небесное благословение. Наш рыцарь. Наш рыцарь. Да. И, в принципе, отсюда мы спрыгиваем и возвращаемся опять к началу крыш. Чтоб мы опять все это не оббегать, вернемся к костру. Итак, я более-менее подготовился к боссу. На мне латунный доспех. И по кольцам у нас кольцо рыцаря, кольцо защиты от магии, кольцо хавала и кольцо с зеленоцветом. Ладно, отправляемся бить босса. Главное не упасть в шахту лифта. Я уже бегал в подобном сете, но этот сет будет само то для этого босса. Так как этот босс очень любит пулять магией, а латунный сет как раз имеет хорошую защиту от магии. Последний раз я надевал этот сет, когда я бился солдриком. Ну что ж, нам осталось совсем немного пройти последний рубеж обороны. Довольно неслабый у них тут рубеж. Очень много полых, различных размеров и мастей. Ничего страшного, мы пробьемся. Да, похоже, те, кто должен был защищать принцев до последнего, обратились в полых. Да, принц Лотрик не возжелал возжигать пламя. И весь мир планомерно погружается в бездну. И, соответственно, проклятие начинает прогрессировать. Ну-ка, давайте-ка вот этого парня привлечем на нашу сторону. Блин, я не могу почему-то на него... О, наконец-то. О, блин, пока я наколдую что-то, целая вечность пройдет. Ты мой. Иди разберись с ними. Ну, ё-моё, не говори, что тебя обычные пикимены сейчас там затыкают. Ты. Они, похоже, не решаются его атаковать. Ха-ха. Слушай, они продуманные. Правильно. Со всех сторон. Да. Наш рыцарь... Ой, кто ты, блин? Ё-моё, убери. Наш рыцарь проиграла все из-за того, что он не умеет пользоваться пинком. Не знаю, хотя бы щитом их откинул, что ли. Ну, где мой бэкстеп? Большой осколок. Чёртовы рыцари. Целых три штуки, двое с щитами. Парень, ты чё-то не туда идёшь? Ну, двое на одного это уж совсем нечестно. Давайте немножко уравняем шансы. Блин, у меня кончилось. Ха-ха. Затыкали. Не понял. Они же оба мои, вроде как. Или того уже отпустило. Большой осколок. Доспехи рыцарей. Обломок, наконец-то. Один из них расщедрился на обломок титанита. Вот и всё. С этого балкончика можно наблюдать классный вид на бабочек. На солнце, которое затмило нечто чёрное. и на великий архив. Это шорткат. Этот шорткат может привести в одно очень интересное место с редким титанитом. Да. Он приводит к тому самому лифту ещё перед битвой с доспехом. Здесь вот мы призывали Эйгона. И вон там у нас костёр, где мы бились с доспехом драконоборца. Но не это важно. У этого лифта есть секрет. Подобный способ разработчики уже применяли. Когда мы впервые встретили Зигварда, здесь двойной лифт. И чтобы спуститься ниже, нужно его обмануть. К сожалению, этот лифт приводит всего лишь куску титанита и не более. Когда я впервые его обнаружил, я думал, там сейчас будет какая-нибудь секретная локация. Но тут всего лишь один кусок титанита, конечно, кусок титанита это отличная вещь. Очень редкая вещь, которую нельзя купить. Как я уже говорил, их всего, по-моему, 7 штук в игре. Соответственно, если вы хотите больше, вам нужно переходить на New Game Plus и собирать его там. И это единственный способ, чтобы апгрейдить ваше оружие до максимума при помощи этого титанита. Ну, в отличие от Bloodborne, разработчики тут расщедрились. Дело в том, что в Bloodborne можно было найти только один кусок за обычное прохождение игры. За другими кусками нужно было спускаться в подземелье и там было их тоже не так просто найти. Здесь можно сказать, что за сингл можно найти целых 7 штук. Это очень хорошо. хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok И так, Лориан, страшник, страшник, не такой страшный, старший принц, да, принцев оказывается двое, Лориан и Лодрик, Лориан, кстати, слаб к молниям, Сам босс по себе относительно несложный, но может доставить проблему, особенно во второй фазе Вот он исчез от него Сейчас ждем нашу палку Прибим бутылку и... После такой телепортации он всегда бьет Так что готовьтесь сразу же выворачиваться после того, как он вот так вот телепортировался Особо ничего хитрого в этом боссе нет По крайней мере в первой стадии Достаточно просто уворачиваться, что у меня не получается делать, потому что... Камера моя, что-то меня подводит сегодня Много атаковать его тоже за раз не получится Максимум две атаки И то не всегда Что-то у меня, или мне кажется, или у меня геймпад немного круче Да, когда я первый раз убил его Я думаю, и это все, и это весь босс Но нет Печальная сцена впереди О, dear brother I am on my way О, my brother I am holding the sword of Mothric's prince He's cried Игра Нковла Рис Это же наш босс Камера Субтитры Дж family Субтитры Субтитры Люди Д hiking Д magnific Виде Он along И теперь их двое Принц Лотрик Тот еще засранец Он маг Помимо того, что он колдует У него еще есть такая возможность Как воскрешать Старшоп Принца Что-то сегодня у меня с воротами Ладно, вторая попытка Что такое шустрый-то Сберу свою душу 70 тысяч Да, блокироваться не самый лучший вариант мне Меня прошибает Практически сразу Оу Просрал я Ну ладно Такого не увернуться Очень тяжело на самом деле Бум Так, ну в этот раз пошло побыстрее Так, теперь главное не Дать разбухариться Ну в этот раз Оу Да что ж такое сегодня Охренеть Второй раз я получаю Просто Просто Комбо Лучше всего Атаковать сзади Так как мы Тогда наносим Урон им по обоим Потому что Если я сейчас убью Старшего Младший начнет Воскрешать Старшего Странно, что Лутрик Напускает свою магию Что там? Дай мне подключиться Да Подключился Успел И сейчас Самый главный момент Атаковать Лутрика Пока он Воскрешает Лориона И успеть его Твою мать Реально у него Кончилась жизнь Разве нет? Надо было просто В прошлый раз Перед тем как Рисковать Выпить бутылок Я что-то Понадеялся Что я Успею Ладно Пойдем Сбернем души Пилы Прям Знаете Зачем Ты Меч Пускай Тебя Нет Рана Прям Прыжок Удар Не достал Давай Портируйся Ух ты Ух ты Очень быстро Атаковать После такой Двоечки Сама-то Его бить Успел Оу Задел Сранец Давай Покажи Что ты умеешь Скажи Своему брату Спасибо За то Что он тебя Таким сделал Оу Да Применяешь Тяжелую артиллерию Ну ладно Это было Смешком Поздно Нет Только не магия Что-то я очкую Павлик Да Вот раз Я убил Первого Лотрика Пепел Повелителя Душа Принцев Близнецов Огромный Тронный Зал Я сначала Думал Это перья Но это Похоже Засохшие Листья Ну что ж После того Как мы Убили Принцев Давайте Отправимся В храм Огня Душа Душа Принцев Близнецов Одна из душ Переполненных Мощью Два Принца Отказались Стать Повелителями Пепла И поселились В отдаленном Месте Чтобы оттуда Наблюдать За угасанием Огня Из-за Проклятия Их души Стали Практически Неразделимы Из-за Какого Проклятия Это Большой Вопрос Возможно Из-за Проклятия Нежити Но Мне кажется Здесь Что-то Другое Пепел Повелителя Оставшийся От принца Лотрика Родня Лотрика Была Одержима Поисками Наследника Потерпев Неудачу Они Прибегли К невыразимо Ужасному Средству Поистине Путь Тех Кто Зажигает Огонь Проклят Теперь Остается Вопрос Какому Такому Средству Родня Лотрика Прибегла Что На них Легло Некое Проклятие Как мы Знаем Некое Проклятие Уже Ложилось На тех Кто Хотел Схитрить И как-то Вожечь Пламя По-иному То есть Не Вожигая Себя Допустим А Как сделала Это ведьма Изолита Она пыталась Скопировать Первое пламя И за это Поплатилась Возможно Здесь что-то Подобное Возможно Родня Лотрика При помощи Тех самых Великого Архива И Ученых Из Великого Архива Прибегли Какому-то Особенного Средства Чтобы Каким-то Образом Вожечь Первое Пламя Меч Принца Лотрика Благословленный Мощной Магией Эммы Юный Лотрик Должен Был Стать Воителем И Заступником Получив Этот Платиновый Меч Но Некоторым Вещам Суждено Остаться Мечтами Похоже За то Что Лотрик Был Не Совсем Здоров Он Не Смог Стать Воителем Но Есть Еще Меч Лориана Второго Старшего Брата Гигантский Меч Лориана Старшего Брата Принца Лотрика Раскаленная Сталь Покрыта Черной Платиной До того Как принять Проклятие Своего Брата Лориан Был Принцем Он Легко Сразил Принца Демона Но Его Меч Навеки Впитал Себя Пламя Лориан Принял Некое Проклятие От Своего Брата Итак Здесь Описано Что Лориан Победил Принца Демона Некоторые Считают Что Принц Демон Это Лотрик Но Это На самом Деле Скорее Сего Не Так Принц Демон От Родья Хаоса Мы Встречали Здесь Короля Демонов И Лориан Победил Принца Демона Из Изолита И Как раз Из-за Этого Его Меч И Впитал Пламя Передать Пепел Сера Крыса Нет Бабка Это Не Я Убил Итак Что Появилось Новое У Бабули Сет Фараама Не Помню Был Он Раньше Нет Я Уже Запутался Давайте Почитаем Броня Львиных Рыцарей Форосы Сохранилась Спустя Долгие Годы После Разрушения Их Страны И Часто Упоминается В бесчисленных Легендах О тех Кого Не Остановила Даже Смерть Бессолнечная Вуаль Это Сет Сирис Одеяние Из Тех Какие Носят Рыцари Бессолнечных Земель Обладает Сопротивляемостью Магии И Тьме Состоит Из Шелковой Вуали И Серебряного Обода Бессолнечные Рыцаря Служат Безымянной Луне Возможно По этой Причине Одеяние Придает Силуэту Некую Женственность Почему Вдруг Появился Сет Сирис У бабки В продаже Сейчас Мы Это Выясним Шлем Лориана Броня Старшего Брата Принца Лотрика Лориана Этот Окрашенный В черной Латунный Шлем Символизирует Пламя Лориан Воспитывался Как рыцарь Говорят Из-за Сам Захотел Возможно Лориан Принял На себя Проклятие Чтобы Облегчить Страдания Лотрика Доспех Лориана Этот Окрашенный В черный Латунный Доспех Передала Ему Королевская Семья Шляпа Чернорука Одеяние Из тех Что носят Охотники Известные Как Королевские Черноруки Это Широкополая Шляпа Их Отличительный Знак Чернорук Это Особый Титул Созданный Для того Чтобы Отметить Заслуги Охотников Служивших Нескольким Поколением Королей До Сегодняшнего Дня Таких Охотников Было Не Более Трех Черный Плащ Покрывающий Кожан Доспех Укутывает Владельца Тьмой В принципе Все Что появилось Бабули Давайте Выйдем На Улочку И Осмотримся Там Нам Нужно Туда Где Стоит И Смотрит Вдаль Этот Полный И Здесь Мы Видим Тело Сирис Кто Убил И Что С ним Случилось До Конца Не Ясно Талисман Затмения Талисман Из Тех Что Давался Рыцарем Бессолнечных Земель Служившим Безымянной Луне Зависит От Интеллекта Это Качество Редкое Для Катализатора Чудес Делает Его Совместимым С Тьмой Этот Факт Действует Как Предварительное Предупреждение О Бессолнечных Землях Если Бо Мы Вступили В Контакт С Розарией До Убийства Принцев То Этот Амулет Бо Мы Не Получили И После То Как Мы Выполнили Квест Сирис Мы Можем Теперь С Чистой Душой Вступать В Ковенант Розарии И Выполнить Еще Один Квест Похоже Кто То Перерождается И Этот Тота Похоже Был Хейзл Черт Я убил Ее В третий Раз Эй Розария Нужно Передать Ей Бледный Язык Одного Достаточно После То Как Мы Передали Хотя Бледный Язык Появляется Леонхарт Розария Розария Но не формируйте вашу романсу на нас остальных. И большинство персонажей погибает. У нас погиб уже Сера Крыс, у нас погибла Сирис. Но это еще не все. Нам нужно вернуться в архив и найти еще кое-кого. Ну, кстати, в Dark Souls 3 погибают, как ни странно, далеко не все. Сейчас только расправимся с этими засранцами. Кстати, я здесь упустил один сундук, мне напомнили, спасибо. Этот чертов воск меня замедляет и не дает делать перекаты. 10 титанитового тишуя. Даже не знаю, что с вами, ребята, делать, убивать вас или нет. Проклятие, проклятие, проклятие. Ну что ж, вот и наш старый добрый друг. Наш колдун. Похоже, он пол. Отчего он умер? Опять же, непонятно. Пепел Орбека. Похоже, он, как и Логан, гнался за знаниями и в конечном итоге это его и погубило. Но если большинство персонажей в первой части умирали от наших рук, то здесь они умирают сами по себе. По каким-то непонятным причинам. Даже нельзя сломать под ним стул, засранец. Ну ладно. Валим отсюда. И здесь мы наблюдаем страшную картину. Розарию кто-то убил. Черное Око. Ничего не напоминает? Именно такое Око мы находили в первом Dark Souls, когда Лотрек убил хранительницу огня. Черное Око. Таинственное Око, найденное среди останков Розарии. Ее душу наверняка можно заполучить, если вторгнуться в мир ее убийцы и вернуться с победой. Черное Око воплощает месть, но взгляд его направлен на Эритил. Кажется безмятежным. Подсказка, что нужно искать где-то этого засранца в Эритиле. Кстати, я не почитал Пепел Орбека. Пепел Орбека из Винхейма. Служанка при храме сделает из него что-то отражающее суть покойного. Орбек крайне интересовался чарами, но не имел средств на учебу. Поэтому и стал служить наемным убийцей в обмен на обучение в Академии Драконов. В вере, что однажды откроет в себе чародея. Похоже, так и не открыл он в себе чародея. Анорлонда. Три статуи. Статуя Гвина. Статуя Гвиневер. И разрушенная статуя первенца Гвина. Которого стерли из аналов истории за его глупость. Давай, чертов, лифт. Всегда тебя ненавидел. Живешь ты своей жизнью. Как раз в первой части мы убивали Лотрика. В его мире. Тоже в Анорлондон, но немножечко не в этом зале, а как раз в зале, который предшествовал этому. Но Леон Харрт спрятался немножечко дальше. Вы чувствуете, как дрожит черное око? Да, это комната, где была Гвиневер. Вторгнуться в мир убийцы, разжаре. Как не символично, но Леон Харрт находится именно в комнате Гвиневер. И Многие предполагают, что Розария это и есть Гвиневер. Возможно, он находится в этой комнате не просто так. Не знаю. Возможно, разработчики просто так шутят. Как ни странно, Леон Харрт оказался неплохим магом. Я думал раскрутить его на какой-нибудь диалог. Но этот засранец меня просто решил убить. Ну ладно. Он достаточно силен. Но мы сильнее. Никто не получит ее душу. Такого чудовищем обозвала. Охрена ты. Отдай свою треуголку, она мне нравится. Пей, лекарь, лекарство свое. Вот как он успел выпить, интересно. Я вроде во время начала анимации его перебил. Но он, зараза, все равно успел. Самонаводящие огоньки. Достает меня своим длинным мечом магическим. Сколько у тебя бутылок? Похоже, что много. Черт. Не дал мне замахнуться. У меня тоже много бутылок. Мимо. Эээ, где субтитры? Душа Розарии, меч полумесяц, серебряная маска. Душа Розарии, матери перерождения, украденная Лян Хардан безымянный палец. Верните ее в тело, и мать Розария вернется к жизни, как будто ничего не случилось. На этой душе можно найти другое применение. Серебряная маска. Серебряная маска Лян Харда безымянный палец. В молодости Лян Хард серьезно пострадал от ожогов, покрывающих все лицо. Лицо он скрывал под маской, поскольку оно было особенно изуродовано. Он не стал избавляться от этих увечий, даже став пальцем Розарии. Хотя мог, наверное, переродиться в красавчика. Меч полумесяц. Любимое оружие Лян Харда безымянный палец. Шател, наполненный силой луны. Лян Хард путешествовал в поисках перерождения, но оставил странствия, чтобы стать рыцарем богини. Так он получил это оружие. Но зачем тогда он ее убил? И зачем он притащил ее душу сюда? Так, ну что ж, у старушки стал продаваться сет Лян Харда. Давайте почитаем его описание. Куртка Лян Харда безымянный палец. Лян Хард родился в королевской семье. И по этой причине, как многие верят, был столь искусен и в чарах, и во владении мечом. В самом деле, его неброская куртка прошита золотой нитью, что выдает в ней одеяние благородного человека. Кем он все-таки был, этот Лян Хард? Больше о нем никакой информации нет. Давайте посмотрим, что можно сделать из души Розари. Изобильное солнце. Особое чудо, дарованное прислушницам принцессы солнца. Постепенно восстанавливает большое количество очков здоровья у чудотворца и тех, кто поблизости. Чудеса принцессы Гвиневер, которую любили как мать и как жену, приносят благословение многим воинам. По идее, у нас уже все есть для того, чтобы идти и биться с последним боссом игры. Но! Можно еще посетить секретную локацию, которая раскрывает очень интересного персонажа. О котором в первых двух частях Dark Souls было столько спекуляций, как и ни у одного другого. Для этого нам нужно отправиться в подземелье Эритила. Давай-давай, поехали. Теперь я парень уже обобрал. Отличное место, чтобы помолиться. Отсюда можно разлететь еще одну локацию, которую мы не посещали. Жест Путь Дракона Дракона мы с вами попадаем в очень интересную локацию здесь очень солнечно как ни странно каменные курганы душа уставшего бойца да похоже он подустал и этот огромный замок пик древних драконов старые знакомые люди ящерицы только здесь они немного преобразились очень красивая локация и после всех тех темных локаций которые мы посещали под последних нескольких сериях это прям очень сильно выделяется среди них ну что ж на этом мы заканчиваем и продолжим исследовать эту локацию следующей серии но с вами был голодный всем до скорой встречи и пока пока